здравствуйте я соколов алексей на настоящий момент мне 59 лет я хочу сделать целый цикл сообщений о протошаге протошаг это оздоровительная походка специальная фактически это обычная ходьба или может быть нечто среднее между ходьбой и бегом но модифицированная так что происходит тренировка всего корпуса и в первую очередь позвоночника мышц окружающих позвоночник и я считаю что эта походка представляет собой совершенно новый уровень оздоровительных нагрузок для человека я немало писала протошаги но все это такие основы я имею ввиду сообщения на различных форумах все это такие основы которые не очень открывают сущность и поэтому я буду делать небольшие сообщения может быть по несколько минут минут по 10 по 5 иногда немножко больше для того чтобы рассказать об отдельных аспектах применения протошага это все таки по сравнению с другими сообщениями моими в интернете может для тех кто интересуется дать большее представление возможностях этой походке ну хотя эта тема неисчерпаемая один человек я занимаюсь протошагом 12 лет один человек конечно исчерпать его не может эту походку необходимо исследовать можно надеяться что это вопрос будущего ну а сейчас содержательная информация о протошаге этот кто что я могу рассказать эти сообщения может быть будут не всегда исчерпывающие может быть не совсем гладкие поскольку текстов я писать не собираюсь это не озвучивание текста это просто то что на какой-то момент мне захочется рассказать биологическому виду которому мы принадлежим период же превращение обезьяны в человека многократно больше его принято считать с того момента когда у человека появилось прямохождение и он значительную часть времени начал заниматься тем что передвигался с вертикальным положением тела на на двух ногах сто тысяч это время существования нашего вида и вот этот период перехода от обезьяны к человеку он занял ну скажем так ориентировочно 5 миллионов лет это в десятки раз больше времени существования самого человека наиболее близкие человеку виды обезьян современных они тоже могут обладать прямохождением и скажем шимпанзе как наиболее близкий генетический человеку вид может ходить с вертикально выправлен корпусом но особенность их походки в том что каждый шаг сопровождается покачиванием корпуса и переносом центра тяжести на опорную ногу вероятно таким же способом возникло прямохождение и у наших предков то есть они ходили покачиваясь корпусом из стороны в сторону для переноса центра тяжести на опорную ногу да обычно походка шимпанзе она все-таки на двух ногах она связана с тем что корпус на наклонен и касаются передними конечностями пола но все-таки они могут ходить и вертикально это можно увидеть на следующем видео так что вероятно в общих чертах такова была и первая походка предшественников человека далеких предшественников когда еще и речь о том что могут когда-то стать тем во что они превратятся это каждый видов человека было не так мало они все еще где остался только зума сапиенс вероятная эволюция походки а пришествие далекие предшественники человека начали передвигаться на двух конечностях они ходили ежедневно всю свою жизнь это продолжалось миллионы лет и под влиянием вот этой походки сформировался позвоночник сформировались внутренние органы и вероятно это одна из причин почему ту походку которую я назвал протошагом может оказать настолько глубокое и всеобъемлющее оздоровительное влияние на состояние человека я считаю что она может предельно отодвинуть старение сохранить здоровье позвоночника то есть миллионы лет человек ходил походкой примерно по общему принципу напоминающий то что я назвал протошагом движение корпуса из стороны в сторону при ходьбе постепенно с развитием позвоночника он становился все более и более мощным с развитием мышц спины он превращался все все более прямую походку и анатомические изменения верхней части тела постепенные перевели к тому что наши далекие предшественники получили возможность не не двигать корпусом а голова была относительно неподвижна а перенос центра тяжести при ходьбе осуществлялся только движениями плеч вот примерно так прямохождение фактически и создало предпосылки к тому чтобы обезьяна начала постепенно превращаться в человека у нее освободились верхние конечности для какого-то оперирования предметами так что можно сказать что основное событие превратившая в эволюции позволившая в конечном счете превратить обезьяну в человека это была ходьба на протяжении большей части истории превращение обезьяны в человека чем-то похожее на протошаг то есть можно сказать что протошаг создал человек создал предпосылки для возникновения орудийной деятельности для возникновения речи и именно поэтому я считаю что протошаг и есть к естественная тренировочная нагрузка которая потенциально подходит каждому человеку лучше конечно если учиться этой походке с юности с детства но тем не менее опыт показывает что никакие ну никакой возраст он не не является предельным ограничивающим возможности хоть в какой-то мере освоить протошаг и привыкнув протошагу он могу сказать на своем опыте он никогда не натоедает больше того если в силу каких-то причин на день на 2 приходится отказаться от протошага бывают всякие обстоятельства в жизни то этого явно не хватает я скажу могу сказать по себе что несколько даже ухудшается самочувствие первая статья о протошаге написано мной буквально через месяц после того как я обнаружил это поход и придумал название протошага это было ну где-то в конце написала первую статью в конце октября 2002 года ну может быть в первых числах ноября я послал ее в издательство это был русскоязычный берлинский журнал навигатор и опубликована она была в первом номере за 2003 год я разговаривал с главным редактором она мне сказала что материал ей показался настолько оригинальным что она даже сняла из уже готового макета имеющийся там материал о здоровье и поместил эту статью так что статья была опубликована практически сразу как только была написана и послана а в 2003 году по моему это был октябрь или ноябрь вышел фильм о о происхождении человека и там фактически для предшественников человека еще еще обезьян прямоходящих была воспроизведена в общих чертах примерно та же походка которую я описал как протошага может ли такое совпадение быть случайно мне представляется совершенно очевидным что любой палеонтрополог который добросовестно подойдет моделированию первичной походки он неизбежно создаст вот такую походку с небольшими или покращиваниями корпуса или с движениями плеч так что это вполне естественно и вот привожу от отрывок из этого фильма «Хмут» 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 Возможно, он поможет еще раз о Lucy, но скоро будет он ее забыть. Он должен продолжаться, и другие следуют, без возвращения. Когда я начал помещать видео в интернете с Прокошагом, ко мне немало обращалось людей с просьбой поместить еще и еще. Так что видео с демонстрацией техники Прокошага в интернете имеется. Большая часть этих видео без комментариев. Это только для того, чтобы какие-то моменты, которые люди не могут найти на одном видео, если интересуются, они могли бы найти на других видео. Конечно, я не считаю, что моя техника идеальна. Я сам вижу в ней немало недостатков. Но принцип понять можно. И вполне можно научиться. Вот и сейчас я помещаю видео, снятое в этом году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok